Доброе утро! Сегодня моя рубрика будет необычной. Сегодня приветствую в гостях программы Утро ТВ Екатерину Хожателеву, корреспондент программы События, побывавшего в Иордании, в Израиле. Доброе утро, Катя! Доброе утро, меня! Катя, ну у меня первый вопрос, наверное, национального такого характера. Вообще национальный вопрос в Израиле существует? И да, и нет. Не могу ответить однозначно, потому что мы сначала были в Вифлееме. Это территория палестинской автономии. Вифлеем город более суровый, там можно встретить палестинцев, очень много людей с оружием ходит по улицам в военной форме, в камуфляже. И тут же за бетонной стеной находится Иерусалим. Вот там уж точно переплетены все национальности. Собственно, как и в Вифлееме. Все живут рядом. Еврейские кварталы, арабские кварталы, тут же это переходит в армянские кварталы. Просто вот все переплетено. И я с людьми разговаривала, с израильтянами, на бытовом уровне национального вопроса, по их словам, не существует. Потому что они прекрасно понимают, что ссориться с соседями себе дороже. Национальный вопрос, они говорят, придумали политики. То есть, по сути, люди-то там стараются жить мирно, в гармонии и находить общий язык, получается. Да, там поделен между ними каждый сантиметр земли, и они понимают, что все рядом. Ты говорила, там вот какие народы проживают, если самые, может быть, основные? Ну, там арабы, евреи, очень много армян, везде тоже армянские церкви. Но это основные народы. Очень много эмигрантов из России. Да, мы там встречали эмигрантов из России. Нельзя сказать, что вот прямо идешь по улице и слышишь русскую речь. Это точно нельзя сказать. Но вот те, с кем мы общались, ну, гиды или вот просто там некоторые знакомые, в основном это волна эмиграции 90-х. Они приехали туда, пустили корни, у них уже там выросли дети. Даже встретили одну нашу землячку из Екатеринбурга. Она закончила журфак, ее зовут Юля Потарочина. Два года назад уехала в Израиль, вышла замуж, сейчас счастлива. Она специально ехала, чтобы увидеться с нами, 9 часов с севера Израиля на юг. То есть соотечественники там есть, не встретишь их вот так на улице, прямо зная, что это наши? Но их там много. Много-много. Давай посмотрим небольшой фрагмент. Думаю, зрителям очень интересно. Хорошо. Катя, вот что касается удивительных мест, каких-то связанных именно с Россией. Удалось побывать? Да, удалось. Вот буквально уже в конце путешествия мы были русский страноприимный дом. Это в Иордании. Полтора года назад его открыл Путин. Там был патриарх Кирилл на открытии тоже. Это Иордания, рядом с тем местом, где историческое место, где крестился Иисус Христос. Рядом с границей с Израилем. Вот. Очень уютная гостиница. И небольшая часовня прямо на побережье Иордана, где люди могут остановиться. Причем номера, она небольшая, на 84 места или 86. Очень уютные номера. Обязательно в каждом номере икона своя. То есть люди могут помолиться. И что, я думаю, немаловажно для нынешних путешественников, там есть Wi-Fi. Причем абсолютно бесплатный. В отличие от, например, других гостиниц, пятизвездочных, там, 5 с плюсом, да, где мы были, там Wi-Fi почему-то везде платный. А вот в русском доме паломника он бесплатный. Паломники с разных уголков туда могут, не только из России же приезжать. Да, но там в основном приезжают православные паломники, да, и один гектар земли король Иордании Абдалла II дал в бессрочное пользование, предоставил именно России. Ты поехал туда работать. Отдохнуть вообще удалось? Урывками, честно говоря. Удалось буквально, в буквальном смысле, окунуться в Мертвое море. То есть мы окунулись и тут же прыгнули в автобус, поехали дальше. И пару раз искупаться в Красном море. Курортные зоны, там что-то удивительное такое, что поразило, порадовало, может быть. Очень понравился Эйлад. Это южный город. По сути, это один большой город-курорт. Там есть отели на любой вкус, для детей. Вот буквально отели в виде замков. Там неподалеку есть дельфинарий. Причем там черноморские дельфины. Не местные, черноморские. Их туда запустили несколько лет назад. Они живут. Это не как у нас дельфинарии. Они живут в открытом море и приплывают в этот дельфинарий, потому что им нравится. Они днем приплывают, а вечером снова уплывают в открытом море. Там лечат детишек больных по специальной программе. Можно с дельфинами поплавать. И что касается отелей, там совершенно различные. Для тех, кто привык на отдыхе работать, для семей, значит. И даже есть отель для тех, кто увлекается, так скажем, оружием. Там есть тир, где можно пострелять из автомата УЗИ. То есть любители пострелять, даже могут туда заселиться и развлекаться. Да, это без проблем. Что интересно в Иордании, если вернуться к разговору об Иордании, вообще как туда добирались? Добирались туда через границы. Через две границы. Сначала прошли через израильскую границу, потом через иорданскую. Вот. Вообще Иордания сама по себе это удивительная страна. Это королевство, где король, в отличие от английской королевы, это правящий король. Абдалла II его все любят и уважают. И самое интересное, что буквально лет 20 назад Иордания была беднейшей страной. Там, когда пришел к власти король Иордании Хусейн, ныне покойный, в стране не было ничего, но это по сути пустыня. Там небольшие залежи фосфатов и все. И вот за счет разумной политики, политики не вмешательства, политики нейтралитета, страна разбогатела. Во время войны Ирака и Ирана он просто предоставлял им порты для провоза грузов. И брал пошлин. И вот за счет этого на страну пролился золотой дождь. Когда он несколько назад лет умер, он оставил своим детям многомиллиардное состояние. А на территории Иордании располагается одно из официально признанных семи чудес света. Памятник ЮНЕСКО. Памятник, который, я знаю, тебя очень поразил и восхитил. Он поражает. Он еще не затоптан до такой степени туристами, поэтому там осталось нечто свое, самобытное. Именно в этом месте, во-первых, снимали серию «Индиана Джонс. Последний крестовый поход». Он находится, Петро, древний город Петро, находится на высоте 800-900 метров где-то над уровнем моря, в горах. Может, поэтому туда не все туристы и добираются. Только те, кому хватило сил. Да, и там доехать на автобусе, потом около часа идти по узкому горному ущелью пешком. И вот когда заканчивается это ущелье, и ты видишь в просвете розовый храм, прямо высеченный в скале. Вот это на самом деле чудо. Прям мурашки по коже. Это чудо, которое не передать словами. Если кто-то еще там не был, надо побывать. А если кто-то, например, нет возможности поехать, можно посмотреть это в моем репортаже в программе «События» буквально сегодня вечером. Эфир в 21.00 и в 22.50. Вообще, эти специальные репортажи можно посмотреть у нас на сайте obltv.ru. Поэтому я думаю, что у кого нет возможности там лично побывать, обязательно посмотрите. Это познавательно и интересно. Спасибо огромное, Катя. В гостях у нас была Екатерина Хожателева, корреспондент программы «События», которая не так давно побывала в Иордании, в Израиле. А сразу после сюжета, в котором наши горожане попытаются узнать дедушку уральского рока Сан Саныча Пантыкина, присоединиюсь к Виктору Степанову и Злате Малецкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова